Поздравлять ветеранов – добрая традиция управления ФСИН. И сегодня с цветами наперевес сотрудники службы идут в гости к ветерану войны Евгении Петровне. Женщине сегодня исполняется 92 года. День Победы – святое дело, а еще день пожилых людей, потом день рождения, когда фронтовикам. Мы всегда их объезжаем, дарим подарки, справляемся со здоровьем. Если нужно доставлять их в медицинские учреждения, руководство управления выделяет транспорт. Мы их в гости в ВВД, в другие больницы, оказываем всякую социальную и материальную помощь. После школы в феврале 42-го Евгения Петровна окончила курсы телеграфисток и попала на войну в танковую армию в составе 1-го Украинского фронта. Служить пришлось в Румынии, Польше, Украине, пройти самые ожесточенные бои. Страшно и миленько. Я жить была на Курской дуге. Это танковая битва была. Я как в полку была, связь держала с командующим и передовыми частями на Курской дуге, станция Понари, где были большие бои танков. С той и с другой стороны. Страшно было, страшно. Евгения Петровна чувствует себя хорошо, рассказывают домочадцы. Только слух подводит и давление высокое. Как только понервничает, сразу подскакивает до 205. Зато память отличная. Регулярно рассказывает дочери, как складывалась жизнь. В спецчасти работала. А в 50-м году переехали, направили нас в Ажиель, в Коми АССР с мужем. И вот я работала уже все время в воинской части. Начальник секретной части работала. И в Живой Иванове здесь, в полку. С мужем Анатолием Петровым Евгения Петровна познакомилась в Берлине. Он освобождал концлагерь Бухенвальд. И всю жизнь они прожили вместе, больше 60 лет. Год назад ветерана Петрова не стало. Вспоминали тяжело, как было войну. Трудно, друзей теряли. Папа один раз нарисовал портрет сослуживца. И пошли в бой, и он не вернулся. И больше не брался за карандаш. В день рождения у Евгении Петровны много гостей и подарков. Все желают здоровья, дожить минимум до 75-й годовщины Победы. А у женщины есть свое желание. Хотела, чтобы мир был. На земле мир был. Страшно.